Пилот компании Mercedes-Benz Марку Хоффбау на среднеразмерном кроссовере Mercedes-AMG GLC 63 S4 Matic смог установить новый рекорд круга автодрома Нюрнбрин, принадлежавший ранее итальянскому кроссоверу Alfa Romeo Stelvia Quadrafog. Гоночную трассу длиной чуть более 20 км Маркус Хоффбау преодолел за 7 минут 49,37 секунды, что на полторы секунды быстрее итальянской Alfa Romeo. Хотел бы напомнить вам, что кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S4 Matic оснащен 4-литрон битурбомотором мощностью 510 л.с. работающий парень с 9-ступенчатым автоматом. До 100 кмч Мерседес разгоняется за 3,8 секунды, а максимальный скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 кмч. Однако для установления рекорда Нюрнбуре инженеры Мерседеса электронный ошейник сняли, и на прямых Мерседес разгонялся до 270 кмч. Кстати, снятие электронного ограничителя предусмотрено в качестве опции и у серийного кроссовера. Поэтому Мерседес-AMG GLC 63 S4 Matic по праву получил титул самого быстрого серийного среднеразмерного кроссовера автодрома Нюрнбурга. Для справки, до 2015 года все эксперты заявляли, что ни один кроссовер не способен пройти круг Нюрнбурга быстрее в 8 минут. Это утверждение смог опровергнуть Porsche Cayenne Turbo S. Он прошел круг за 7 минут 54,74 секунды. Через два года, осенью 2017 года, итальянская Alfa Romeo прошла круг за 7 минут 51,07 секунды. Ну а теперь Мерседес-Бенц установил новый рекорд круга 7 минут 49,37 секунды. Если признаться честно, я не совсем понимаю, зачем кроссоверы соревнуются в скорости. Их создавали не для того, чтобы гонять по скоростному треку. Для этого существует спорт-купе. Их создавали для преодоления среднего уровня бездорожья. Поэтому логичнее было бы кроссоверам соревноваться на бездорожье, демонстрируя потенциальным покупателям не суперскоростные характеристики, а способность выбраться без буйдозера из любой грязи. Продолжение следует...